Ничего личного, просто бизнес. Михаил Прохоров молчал весь день, но под вечер написал в своем блоге своего рода объяснение происшедшего. Для меня нет личного конфликта с кем бы то ни было. Как все сложится дальше, мне пока не ясно. Будут мочить жестко и бескомпромиссно. Я к этому готов. Это была цитата. Мочить, как минимум в телевизионном эфире, сегодня уже начали. Чуть больше часа назад в эфире телеканала НТВ прошла программа «Чрезвычайное происшествие» под заголовком «Неправое дело». Как бандиты двигали своих людей в депутаты, во власть. Кто такой Евгений Ройзман на самом деле. За что судим, как воровал и что в действительности происходило в его фонде по борьбе с наркотиками. Это сейчас цитировали анонс этой самой программы. Своего рода «Дело в кепке-2» напоминает события годичной давности. Тогда примерно в таком же стиле разоблачали Лужкова. Компромат на «Правое дело» посмотрела наш коллега Лола Тагаева. Ей слово, Лола. Коллеги, добрый вечер. Я предлагаю сразу же посмотреть анонс передачи, которую сегодня весь день крутили по НТВ. Она называется «Неправое дело». Кто такой Евгений Ройзман? А вы суки! За что судим, как воровал? Бандюки понимают, что у них будущего нет. И что в действительности происходило? Приколывают или нарушенниками, или чаще всего к ноге церкви. В его фонде по борьбе с наркотиками. Да, сам сюжет начинался с того, что съезд партии прошел без Прохорова, которого сместили. Виноват, как выяснилось, Прохоров в том, что не прислушался к мнению возмущенных десятков тысяч партийцев, которые протестовали против Ройзмана. Кто такой Евгений Ройзман? А вы суки! За что судим? Как воровал? Бандюки понимают, что у них будущего нет. И что в действительности происходило? Приколывают или нарушенниками, или чаще всего... Да, и тут могильный закадровый голос моментально связывает Ройзмана с преступной группой «Уралмаш», которая пыталась легализоваться и стала общественно-политическим союзом. Ройзман стал руководителем фонда не без участия Александра Хабарова. Поддержка моральная, поддержка материальная, поддержка ресурсами людскими и какими угодно была обеспечена фонду именно ОПС «Уралмаш». Вот так связывается деятельность Ройзмана с «Уралмашем», вспоминается судимость Ройзмана 18 лет. НТВ не обосновывая почему, сомневается в ответе Ройзмана и обвиняет его в том, что на самом деле он эту связь скрывает. Давайте посмотрим. У меня нет связи с ОПС «Уралмаш» и не было никогда вообще. Я просто родился и вырос на «Уралмаше». Я знал всех лично. Ну, у меня... В одной школе со мной учился... В одной школе со мной учился Гриша Цыганов. В другой школе со мной учился вор в законе Трофа. На одном стадионе я тренировался с Александром Хабаровым. И что теперь? После чего Ройзмана обвиняют в том, что фон против наркотиков создавался, чтобы внимание контролировать наркоманов. Показывают, как Ройзман жестко борется. Все это, как мы слышим, озвучивается фирменным голосом, полным праведного гнева. Ответ Ройзмана опять подвергается сомнению. Собственно говоря, город без наркотиков – это люди, которые объединились для борьбы с наркоманами, а не с наркоманией. Это вот, если мне кажется, это очень важно. Общеизвестный факт, что наркоманов сюда привозили силой и держали здесь месяцами. Это оперативное видеоареста директора фонда Кабанова. В этом деревянном доме с решетками женское отделение. Методы лечения пациентов всегда вызывали у правоохранительных органов массу вопросов. Когда тебя туда привозят, на 27 дней приковывают или наручниками, или чаще всего к ноге цифру. Лозунг фонда – «Не капли жалости». Пациенток заставляли с утра до вечера заниматься тяжелым физическим трудом. Никогда в жизни никого не приковывали к батарее. Раз. Было в свое время, когда пристегивали наручниками. Но я задам вам вопрос. Расскажите, как вы это делаете? Вот вы как спасаете наркомана? Расскажите. Дальше моментальный переход к тому, как Ройзман стремился в Думу. Он действительно получил огромную поддержку. В Свердловской области набрав порядка 40% голосов. Депутатский мандат, по мнению НТВшников, давал возможности для ведения бизнеса. В 2003 году Евгений Ройзман, после того, как стал депутатом Госдумы, стал известен как сторонник ужесточения санкций в отношении наркоторговцев и продавцов алкоголя. Несовершеннолетним и также в ведении визового режима с наркопроизводящими регионами. Также он выступал за ведение Института принудительного лечения наркомании, алкоголизма по решению суда. Голос за кадром рассказывает нам дальше, что через 4 года он пошел в Думу опять. На сей раз от справедливой России, но его исключили. Якобы в партии осознали его опасность. А на самом деле Миронову был звонок из администрации президента с указанием убрать Ройзмана. Миронов послушался, об этом он заявил у нас в эфире. Действительно были планы взять Женю в списки. И действительно, если называть вещи своими именами, запретили нам под угрозу снятия всей партии. Якобы инкриминируясь... То есть взяли за ухо. Криминальное прошлое Жени Ройзмана. Я Женю... Женю я уважаю. Значит, он очень много лишнего говорит. И сейчас мне искренне ему жаль, что он рассчитывает, что он с Прохоровым станет депутатом Госдумы. А теперь, рассказывают нам, Ройзман решил воспользоваться Прохоровым. Закадровый голос лица журналиста, который обвиняет. Мы не видим. Он прямо заявляет, что Прохоров виноват в том, что его партия не попадет в Думу из-за того, что он пригрел Ройзмана. Прохоров, взяв под крыло Ройзмана, совершил роковую ошибку, которая привела к расколу партии еще несколько дней назад, имевшей все шансы оказаться в Госдуме. Далее неинтересно, потому что появляются откровенно прокремлевские политологи, которые также осуждают Ройзмана. Вот такое слепили на НТВ буквально за сутки. Судя по всему, мы связались с официальным представителем Прохорова Юлианы Слащевой. Она заявила нам, что следующий, судя по всему, будет Прохоров. Коллеги? Спасибо, Лола. Это Лола Тагаева о деле атаки на правое дело. Я тоже, кстати, слышала, что следующий фильм будет о Прохорове. Гадать не будем. В любом случае, в воскресенье выходит фильм уже про Аллу Пугачеву на канале НТВ. Естественно, заинтересованные люди шутят по поводу того, что начинают мочить уже и Аллу Борисовну. Хотя анонс этого фильма, этой передачи, надо сказать, давно очень уже крутится на телеканале НТВ. Ну, недолго его подправить немножко, этот фильм, скорректировать в соответствии с конъюнктурой. А в интернете сейчас ходит шутка как раз про рождественские вечера. Говорят, что теперь они будут проходить в Архангельской колонии.